я вас приветствую на канале бродяга режиссер и сегодня будем разговаривать о канале бродяга режиссер что это как говорится для чего этот канал и описание этого канала канал бродяга режиссер это как бы можно сказать любительская съемка аматорская семейного влога блога то есть о моей жизни моих путешествиях о моей семье немного и много очень другое то есть канал является многосторонним так как я человек многосторонний и поэтому создал такой канал что на различные темы нет определенной тематики в канале поэтому что вижу можно так сказать то и снимаю поэтому канал любительский кому нравится подписывайтесь кому не нравится не подписывайтесь не смотрите кому не нравится поэтому это по желанию так давайте поговорим о моем может сказать снаряжение бродяга бродяговском снаряжении что у меня именно есть для для того чтобы я снимаю как бы какие-то ну видеоролики для чем как какие нужны имена приспособления то есть я покупал себе вот такой вот штатив так ну штативом я редко пользуюсь вам сейчас его покажу очень редко пользуюсь иногда в таких вот случая когда нужно чтоб камера стояла стабильно вот такого плана штатив фирмы хама вот такая фирма хама здесь идет то есть уровень 1 уровень 2 как бы ну регулировать именно все ну штатив такой хороший мне нравится очень сильно так вот регулируется здесь но это я уже не буду показывать но но такого плана штатив может сказать профессиональный даже не просто любительский потом сумочка такая под видеокамеру сначала как бы первые влоги можно так сказать первые ролики снимал на телефон но на телефоне очень плохая видеосъемка как бы и решил приобрести камеру камеру я потом покажу вам так что там дальше идет заказывал вот с китая вот такой тренок то есть можно даже там под фотоаппарат здесь вкручивать именно под видеокамеру ну чтоб ее так вот можно на на дерево там сгина то есть вешать на какие-то с на стол ставить но он такой удобный ну иногда бывает держу эту камеру чтоб она тоже стабильно держалась вот держу ее ну я вот тоже редко как бы я в основном в руках камеру держу поэтому так сумочка под штатив так и сегодня начал цифровать видео так как у меня собралось очень много кассет я вам сейчас покажу сколько кассет заниматься видеосъемка я еще начал можно сказать 2008 года наверное да мне родители купили видеокамеру вот такая вот видеокамера идет на кассетах sony mini dv ну так как она устарела то есть кассет надо это все оцифровать поэтому решил приобрести новую камеру уже когда просто чист чисто по юсби перекидывать видео а это уже как бы старенькая камера но она пригодится я и буду тоже снимать собралось очень много кассет с 2008 года это когда я ездил то есть на практику за границу снимал там же и фермера и норвегии был германии то есть и просто семья даже это очень много кассет собралось не знаю на штуке штук 20 по 80 минут так обеляем на чтоб это не нужно их было оцифровать то есть так просто нельзя видео нужна цифровка и для этой цели купил плату и как-то е е 1394 называется с китая приобрел также был и вот ну это я показывал после видео новый компьютер вот он новый компьютер и приобрел еще был компьютер за 55 рублей получается в белоруссии вот такой вот системный блок это все вместе покупала системный блок и монитор системный блок стоил 30 рублей не обошелся монитор 25 рублей ну то есть как бы для монтирования для всего подойдет но еще и такой к ним может сказать как мини студия для домашнего то есть монтирование именно все идет и такой приобрел потому что плата это которая покупалась китая для оцифровки видеокассет она не подходит на вот этот вот новый компьютер а должна подойти на старый поэтому я ее ставил старый компьютер она подошла подключил видеокамеру то есть он это все работает на начал цифровать видеокассеты то есть о моей жизни за границей а фермере то есть но много чего интересного вам будет предстоит увидеть так ну вот это я начал же оцифровать видеокассету это как я проходил практику в дании на пошла запись уже кому интересно пишите в комментариях как это вы то есть это все цифровать видеокассеты мини-диви я вам отвечу напишу обязательно какой программе это все цифровка идет так но собственно я думаю все но цифровать по канале я рассказал о моей мини-студии рассказал в дальнейшем будут также может быть покупать новые какие-то приспособления для видеосъемки для монтажа то есть не эта тема очень интересно и можно сказать набираться в дальнейшем каких-то профессиональных навыков потому что я как бы новатор в этом всем деле новенький но видеосъемка начал заниматься 2008 года это тоже любительская будем развиваться дальше приобретать новые приспособления и меня еще есть такая как бы ну не мечта идея затея снять художественный фильм то есть собственного производства можно так сказать и выпустить этот фильм художественный поэтому ждите подписывайтесь на канал бродяга-режиссер и всего самого на лучшего вам все пока пока ну вот собственно говоря и моя камера это panasonic full hd hc в 770 зум 50 кратный то есть но камера мне очень нравится ну как бы она такая компактная то есть руки от помещается можно сказать видно на то есть ну такого плана но камера дорогая очень дорогая но на того стоит то есть можно подключаться с телефона то есть ей управлять с телефона но много очень функции поэтому я всех не объясню это не обзор камеры самый будет это я показываю на что именно конкретно снимают свои видеоблоги видеоматериалы поэтому вот так вот при нажатии вот открывается даже сейчас я нажму включение как бы так есть там обзоры разные на эту камеру можете посмотреть в интернете поэтому я не делаю обзор раз открылся объектив все надо будет продаем под себя настраивать вот раз закрылся все как бы такая вот камера у меня ну дальнейшем может быть приобрету экшен камеру то есть она будет и поменьше как бы как то так вот и поудобнее но мне это больше нравится для меня это сейчас это оптимальный вариант это очень хорошая камера правда батарея как бы здесь не сильно держит то есть заряд на хватает на час где-то съемки на минут 40 наверное и все то есть надо будет покупать отдельно здесь аккумулятор но так приближение все отдаление здесь все есть как бы меня это все устраивает и все перекинул то есть не надо не оцифровать ничего перекинул то все материал через юсб на компьютер и все и